Всем огромный привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики «Истории жизни» про РСП, про сайты знакомств, про любовь, про отношения. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты «Истории жизни, психологии отношений», чтобы посмотреть предыдущее видео. Пишите свои истории в комментариях, либо в разделе у канала есть ссылка на мою соцсети, либо на Boosty. Ссылка на Boosty всегда под этим видео в описании. История мне рассказывает как мужчины, так и женщины. Мы все обсуждаем с вами на канале. Сегодня историю мне рассказал мужчина. Пишет он о том, Марина, подскажите, пожалуйста, я вырос в семье, где семья была как бы, ну по сути, частая ругань родителей. Каждый по своей комнате и так далее. Как повзрослел, то все разошлись. Мне сейчас 27 лет. Отношений не было, детей нет, я в полость. Да, то есть вот семья родителей была полная, мама, папа, но они все время ругались. Потому что, знаете, очень часто в моих историях поднимается вопрос, что жить надо ради детей, даже если плохие отношения, даже если ссоры, скандалы, но ради ребенка надо жить. То есть вот посмотрите, пишет взрослый человек уже, который был тем самым ребенком, мама, папа, полная семья. Но ругали, скандалы, каждый по своим комнатам и потом, как только вот этот вот ребенок вырос, они разошлись. Нужна ребенку такая семья? Ответ очевиден. Правда же? Ребенок должен жить в спокойствии, где спокойная мама, да, если нет папы хотя бы, а если есть там папа, чтобы тоже они, по крайней мере, не ругались перед ребенком. Но если есть вот эта вот ругня перед ребенком, я не знаю, каким он вырастет и какая будет у него психика. Поэтому не всегда надо сохранять брак. Каждая ситуация, она индивидуальна. Поэтому у меня на канале мы рассматриваем каждую ситуацию индивидуальна. Мы не вешаем никакие штампы, ярлыки, стереотипы. Нет, это все бред. Каждая ситуация индивидуальна. Слушаем дальше. Мне сейчас 27 лет, отношений нет, холост детей нет. Живу сам в своем жилье, хоть и маленьком, 12 квадратных метров, КГТХ, что такое, не знаю. Своя машина, хоть и недорогая, работаю без вредных привычек, держу собак. Делаю ремонт и планирую переехать в свой дом, участок, баня, все дела. То есть, в принципе, нормальный такой парень, 27 лет, работящий, машина, квартира, дом строит, животных любит. Ну, прям вообще, все при нем. Ну, просто, как есть, говорю, факты. Без вредных привычек, заметьте, не пьет, не курит, я так понимаю, да? Так, звезд с неба не беру. Живу небогато. 35-40 тысяч в месяц. Обычной нормальной внешности. Ну, 35-40 тысяч в месяц российских рублей, это надо так сразу перевести. Я, например, с Белоруссией, потом мне как бы сразу так сложно. Ну, в принципе, нормально, до 27 лет, наверное, да. Почему бы нет, если он как бы на старте, да? Нормально вроде как. Это так, прикинула. Так, обычной внешности пишет. Очень хочется создать крепкую семью, которой не было у меня в детстве. То есть, видите, есть такие люди, которые бы наоборот, ах, вот у меня в детстве мамка с папкой ругались, значит, все, я не хочу семью, потому что ничего хорошего из этого не выйдет, ничего не получится, ничего не будет. Кто-то так думает, а кто-то наоборот. Раз в детстве у меня семьи не было, значит, я хочу создать ее сейчас, когда я вырос и могу жениться, иметь детей, быть счастливым. Я говорю, всегда есть люди, которым хорошо жить одному, одной, а есть те, которые парные, да, есть одиночки, есть парные, которые, в принципе, не представляют себя, что как я могу один жить или как я могу жить одной. Я парный, парный, мне нужна семья, мне нужна пара. Поэтому все мы очень разные. Так, так, задать и мне хочется в детстве. Хоть свои дети, хоть ее, хоть с детдома, это даже было бы и лучше. О, как, понимаете, то есть готов взять женщину с ребенком и над ней жениться. Слушаем дальше. Но вот беда, что вообще не найти никого, кто хотел бы так же. Все, кого нахожу или зациклены на своем росте, что понять еще можно, или наоборот, как в Скорлупе. Ну, рост имеется в виду не прямо вот рост, рост, да, а рост, наверное, по карьерной лестнице, там, как бы вот это вот имеется в виду. Или живут в своей Скорлупе. А сейчас общаясь с девушкой, вроде и внешностью устраивает, и общаемся легко, выбираемся гулять, но на попытке сходить куда-то упирается в штыки. Так вы же ходите гулять. Ну, имеется в виду куда-то там, может быть, кафе, рестораны, там, театры, кино, еще какие-то там заведения, да, чисто погулять, это одно. А вот так вот куда-то выбираться, она упирается в штыки. Мол, там нужно тратить деньги. Я и заплатить сам готов. И зову, а толку ноль. Смотрите, какие, да, вот сколько у меня историй на канале было. Это просто такая тема, что все девушки хотят, чтобы на них девушки, женщины, да, чтобы на них тратили деньги, а мужчины не хотят этого делать. Это вечно тарелочницы, там, жмоты, и вот пошло-поехало, да. Здесь, посмотрите, парень молодой, холостой, без хвостов, без прицепов, и зарабатывает как может, и стремится к чему-то, не пьет, не курит, готов жениться хоть на женщине с ребенком, а никого нет. Ну, как так? Не все так просто. Так, я не хочу быть обязана, говорит она. Как будто я в постели ее потребую лечь или счет выставлю. Уж за 10-то встреч уже успел бы, если бы очень хотел. Представляете, есть такие женщины, которые вот категорически не хотят быть обязанным, а некоторые, наоборот, считают это ты должен, да, то есть воспринимают это как должно, чтобы вот меня сводили в кафе, накормили, напоили. Это само собой разумеется. А есть такие женщины, которые, нет, не надо меня никуда везти, иначе я буду чувствовать себя обязанной, даже если ты купишь мне чашку кофе, да, вот эту пресловутую. Ну да, все разные. И вот так вот и встречаемся. Может, со мной что-то не так, хотя я себя нормальным считаю. Может, несколько консервативным только. Ведь если бы я был неинтересен, то не общалась бы она со мной 2 месяца. Вот это срок. Ну, согласитесь, это срок. Ну, наоборот, классно, когда парень консервативен, когда он сразу не предлагает в кусты номера, пойдем к тебе, ко мне, которые вот это так отталкивают, что даже если мужчина, там, парень понравился, то если он делает сразу сходу, с лету такое предложение, то он вызывает уже какую-то рвотную рефлекс у многих, да. Потому что многие нормальные, адекватные женщины, они что хотят? Влюбиться, отношения, привыкнуть. Да, тут вот тот самый вариант и никак. Странно, правда же? Два месяца ходить, встречаться, ну, как бы держать дистанцию, да, к себе близко не подпускать, вот, ни кафе, ни кино, какие-то личные границы, чисто погулять, пообщаться, да, пожалуйста, не вопрос. А что-то дальше, это уже отношения, я буду чувствовать себя, тебе обязанность. Зачем я тогда с тобой встречаюсь? Он задает этот вопрос, а зачем? Так, а если интересен, то в чем проблема быть отзывчивее? Или все девушки сейчас таки? Нет, конечно. Понимаете, если бы все девушки сейчас были бы такими, вы посмотрите, когда по улице ходите, все там за ручку, как я уже говорила, да, идут парами там, с коляской, с детьми, с семьями. Вот у нас, говорю, в Беларуси это просто поваля, все с семьями. Ну, много, по крайней мере, таких. Поэтому, конечно, не все такие, естественно, все разные. Вы запомните это навсегда. И мужчины, и женщины, все разные. Бывают похожие, ну, вообще, короче, дальше. Так, налегке, чтобы чуть что сразу смутаться. Вот так вот, да? Знаете, как я вижу эту ситуацию? Либо у нее кто-то есть, и вы для нее просто запасной аэродром. Ну, мало ли, где-то там более выгодный вариант, и там что-то пойдет не так, не сложится. Может быть, она ждет, что там ее позовут в замуж. Не замуж, да, а в замуж именно. Ну, я специально тогда. И поэтому тогда она даст вам отворот-поворот. Ну, наверное, так. Вы понимаете, на самом деле, два месяца – это действительно очень большой срок. И если бы она вас хотела, она бы уже с вами вступила в отношения. Однозначно. Поэтому я бы, например, вам советовала, ну, если вы не хотите сразу ее послать куда подальше, учитывая какую-то мутную ситуацию такую, да, я бы вам посоветовала честно, открыто поговорить. Я вообще за открытость, за откровенность, да. То есть, если что-то вас там триггерит, если вас что-то царапает, цепляет, вам что-то не нравится, поговорить. Честно и открыто. Да, я за то, чтобы ставить условия, предлагать какие-то варианты и смотреть на реакцию твоего собеседника. Да-да, нет-нет, зачем терять время? Ведь время – это самое драгоценное, что есть у человека. У нее, у вас, у нас, у всех, да, поэтому зачем? Сколько вы еще месяцев так будете с ней ходить, и что потом? Она вас не любит, она вас не хочет. А если она вас не хочет, оставьте ее в покое, на самом-то деле, да. Если человек меня не хочет, оставьте, ну, его в покое. Вот так это происходит. Поэтому вы с ней поговорите откровенно, скажите, мы уже два месяца, ну, с тобой встречаемся, ходим там, грубо говоря, общаемся за ручки там или так просто. Почему ты не хочешь, чтобы отношения развивались? Ведь отношения любые, они живые, они должны развиваться, либо они должны прекратиться. Других вариантов здесь нет. А вот это вы как вот муха в сиропе, зависнуть на что-то такое, да. То есть либо развивайте эти отношения, либо их прекращайте и вступайте в новые отношения. Не тратьте на нее свое время. Поговорите с ней, посмотрите на ее реакцию, и вы поймете. Если она будет морозиться, там, ни Бенни-Мэнни-Кукареку, пошлите ее подальше. Не теряйте время. Поверьте, вот вы такой ценный кадр, вот на самом деле, как вы перечислили, 27 лет, не женат, детей нет, алиментных обязательств нет, зарабатывайте, машина, квартира. Я просто перечисляю все ваши вот достоинства. По внешности у вас все в порядке. Да, у вас там очередь из невест выстроится, или просто из женщин любых. Вы готовы там и на женщину с ребенком, и на все готовы. Вам просто нужен свой человек. Поэтому где познакомиться? Ну, вы же смотрели мои истории. Люди знакомятся на сайтах знакомств, если не могут познакомиться в жизни, да. Ну, не у всех получается в жизни знакомиться. Ну, по-разному бывает. Некоторые, говорят, и по кафе там ничего не складывается, некоторые там на работе тоже не складывается, да. Поэтому почему бы не воспользоваться услугами сайтов знакомств? Почему бы нет? По крайней мере, там выбор, и вы очень выгодный жених. Поэтому, пожалуйста, вперед из песни. Поговорите с вашей вот этой вот девушкой, с которой вы общаетесь. Да-да, нет-нет. И двигайтесь дальше. Вот и все. Если она, говорю, будет морозиться, она вам не нужна. Или она, наоборот, как-то себя так и выдаст. То есть вы поймете, вы у нее единственный или не единственный, да. Но все равно, если бы мужчина нравился женщине, поверьте мне, она бы с удовольствием стала развивать эти отношения, пошла бы дальше и навстречу, и как бы захотела от вас и ласки, и любви, и всего на свете. Поэтому, поэтому поговорите, и я думаю, что вы сразу проясните всю эту ситуацию. Причем, честно, открыто поговорите. Прямо и открыто задайте свой вопрос в лоб. Посмотрите на реакцию. Вот такой вот мой вам совет. Ну, давайте почитаем комментарии зрителей, что же они вам посоветуют, как вообще быть героем моей истории с этой вот своей девушкой, которая уже два месяца, непонятно, чего с ним ходит, и не хочет, так сказать, дальше развития отношений. Все, всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Пишите комментарии, истории, все будем обсуждать.